У многих из нас в детстве были такие вот незамысловатые игрушки. Лошадки-каталки, птички-свистульки, деревянные и расписные. А сегодня это название выставки, которая открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. 30 лет собирает деревянные игрушки коллекционер Александр Михайлов. Началось это в 90-м. Александр Вадимович тогда служил на флоте. Искал игрушку ребенку, к тому же хотелось сохранить что-то аутентичное об уходящей советской эпохе. Началом коллекции стал обычный счетный материал. Сегодня в ней уже более 2000 экспонатов. Интересно, что это не только канонические формы и роспись. Александр Михайлов в большинстве случаев сам формирует коллекционные предметы. За многие годы сложились партнерские связи с мастерами, которым он заказывает изделия, подсказывает мотивы. Если я нахожу не расписную деревянную игрушку и вижу, что на нее очень хорошо может лечь та или иная роспись, я стараюсь эту игрушку прислать своим знакомым истерицам. И вот они, соответственно, мне такие игрушки расписывают. Можно сказать, что это игрушки традиционных промыслов, но нетрадиционно выполненные. Раньше худсоветы запрещали неканоническое исполнение, а теперь мастера стали свободнее в своем творчестве. Вот городецкая роспись, знакомая с детства розаны, купавы, лошадки, ягодки, легла на не слишком городецкие фигурки, например, дорожный каток. Или вот, мастер городецкой росписи из Нижегородской губернии представляет жителей Русского Севера. Специально к выставке в Щелковском музее коллекционер заказал вот эту работу на околорелигиозный сюжет. Вот здесь вот есть, например, рыба такая с сюжетом, называется «Чудесный лав». Ну, все это вот, скажем, этот сюжет, его написали специально к этой выставке. Я представлял, что у меня будет полка, на которой будет представлена определенная, ну, как бы такая религиозная тематика. Ведь у нас тут Пасха совсем недавно была. Вот, поэтому я населил эту полку, ну, во-первых, рыбами, рыба – это христианский символ, церквушки, священнослужители и так далее. Александр Михайлов представляет на выставках целые тематические подборки игрушек. Автомобильный и водный транспорт, пожарная техника, жизнь провинциального городка, расписные музыкальные инструменты, шкатулки. А эта полка посвящена Дню Победы. Мастеру из подмосковного Реутова коллекционер заказал выпилить вокзал и поезда. Городецкая художница их расписала. Кстати, поезда двухсторонние. Разверни их, и будет уже мирная гражданская тематика. Деревянная игрушка – понятие, пожалуй, очень условное. То, что делают сегодня мастера, художники и резчики, совмещая традиции народного художественного промысла и современные сюжеты, скорее можно назвать произведениями искусства, безусловно, достойными коллекционирования и показа зрителю. Я стараюсь выставляться, во-первых, чтобы люди порадовались. Для меня это как бы… Я же не получаю с этого ничего, кроме морального удовлетворения. Надеюсь, что и зрители получают определенное удовлетворение, увидев интересную красоту, уникальные, будем так говорить, экземпляры. Александр Михайлов считает, что основные посетители его выставок – взрослые люди. Вот и директор музея Наталья Богданова признается. Воспоминания детства, когда играли не со смартфонами и планшетами, а часто с такими вот рукотворными игрушками, вернулись, когда формировали экспозицию. Мы расставляли игрушки и своего рода даже, наверное, и поиграли, да? Выставляя паровозики, кораблики людей к ним. Нет, эта барышня не подходит, юбка не та, время не то. Да, она в пальто, да нет, давайте уберем, поставим в сарафане. Настроение выставки на ее открытии удачно дополнил фольклорный ансамбль «Веретейка» под руководством Надежды Ребячей. Выставка «Деревянные и расписные» будет работать в музее до 20 июня. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...